Сражение за шахматную корону подходит к финалу. Болельщики следят за напряженной борьбой на чемпионате мира. Россиянин Сергей Корякин против норвежца Магнуса Карлсона. Уже несколько партий они играют в ничью, очередная в эту среду. Такого внимания к игре не было давно, в первую очередь среди молодежи. Почему шахматы снова стали популярными и как стать чемпионом в 10 лет, расскажет Юлия Боброва. За поединком между Корякиным и Карлсоном сейчас следит едва ли не весь мир. Заинтересовались игрой в шахматы даже те люди, которые, казалось бы, были от нее всегда далеки. Партии, разыгранные на чемпионате, сейчас изучают тысячи любителей и профессионалов. Не исключением стали и юные омские шахматисты. Альберт Адербаев тоже следил за игрой в свои 13 лет. Он уже кандидат в мастера спорта. И хотя сверстники его увлечения не разделяют, шахматы любит. Сейчас готовится к чемпионату России. Одноклассники считаются, что это баловство и не спорт, потому что у нас в классе мальчики очень крепкие. И они все любят футбол, хоккей, бокс. И все считают, что это развлекательное занятие. Я рассчитываю, прежде всего, стать профессиональным шахматистом. Дети разбирают последнюю партию Корякина и Карлсона. Специально для этого в спортшколу пришел ее выпускник. Молодой игросмейстер, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Владислав Артемьев. Было очевидно, что Сергей будет придерживаться такой классической тактики. А Магнус будет в каждой партии уходить в сторону. Шахматы стремительно молодеют. Самому Владиславу всего 18 лет. Такому вниманию к игре и чемпионату он не удивляется. Говорит, все дело в техническом прогрессе. Учиться играть стало проще. Знания хранились в книгах, а теперь все это есть в компьютерах. И поэтому процесс становления идет быстрее. Раньше, допустим, пик приходился на 30 лет, 32 года, наверное. А сейчас Магнус 25, он уже чемпион мира. Тех, кто хочет научиться играть, среди детей стало больше, говорят педагоги. Например, в эту школу пришло около сотни ребят за последние два года. И такой зрелищный поединок, как тот, в котором решается, кто станет чемпионом мира, привлекает сотни новых игроков. В этом году точно количество детей увеличилось. Я думаю, что на фоне матча, который сейчас проходит, он еще больше интерес увеличится. Эксперты уверены, интерес к шахматам после чемпионата мира вырастет еще больше. Причем неважно, кто выиграет. Дети будут интересоваться в тренде интеллект. А значит, шахматы забудут еще не скоро. Юлия Боброва, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.